Здравствуйте! На библейский портал Иксгет пришел вопрос. Хожу в храм уже почти 20 лет, но чувствую, что каким я был, таким я и остался. Что делать? Действительно, человек, приходя в храм, очень часто не только видит, что в нем ничего не меняется с годами и десятилетиями, а еще видит, что он стал значительно хуже. Но это такой, на самом деле, эффект как раз от приближения к свету. Пока в комнате темно, все светильники и лампы выключены, кажется, что в ней порядок и чистота. Когда зажигается первая лампадка, потом свеча, потом настольная лампа, потом люстра, потом включаются, может быть, и софиты даже, то человек начинает видеть каждую грязинку, каждую пылинку. И все более и более любя чистоту, потому что Бог чист и свят, человек начинает все больше и больше от этого переживать и с большей болью это видеть. Поэтому великие святые считали себя первыми грешниками. Когда апостол Павел говорит, что Христос пришел грешников спасти, из которых я первый, он не лукавит, это не театральная поза, и это не педагогика. Он действительно так это видит, потому что о себе мы знаем значительно больше гадостей, чем о ком бы то ни было другом. Но у этого есть и еще одно измерение. Дело в том, что Бог прячет от человека видение его успехов. Человеку это не полезно, потому что пока человек не научился главной добродетели любви и ее сестре смирению, он может возгордиться любыми успехами в духовной жизни и все потерять. Об этом очень точно сказано в 4 главе Евангелия от Марка. «И сказал, Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю». Многократный образ используется в Священном Писании о том, что Царство Божие подобно семени, которое бросается в землю. «И спит и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немеренно посылается серп, потому что настала жатва». Серп здесь, конечно, прочитывается как окончание земного пути человека, когда созрел, когда есть плод, когда Господь видит, что смысл, который он ожидал от жизни этого человека, исполнился, достигнут. Но как это созревает? От человека бывает скрыто. Потому что очень важно, что грех, согласно нагорной проповеди Господа нашего Иисуса Христа, Богом видится не только как факт греха, но как болезнь души, которая может даже не реализовываться в факте. Ну, например, он говорит, «Вы слышали, что сказано древним «не убей», а я говорю вам». И дальше оказывается, что заповедь «не убей» нарушает даже тот, кто ненавидит, даже тот, кто осуждает и гневается на брата. Потому что это движение души, в конце концов, если его не останавливать, оно и приведет к убийству. Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй», а я говорю вам, что всякий, кто посмотрит с вожделением, уже согрешил. То есть грех на уровне движения души. Пока человек не придет ко Христу, он не считает это грехом или не видит в себе этого. Когда придет и практически всегда остановит проявление этих страстей, то есть перестанет совершать тяжкие грехи, тем не менее еще очень долго, а скорее всего всегда до последнего дня, он будет видеть в себе эту болезнь. Не давать ей развиться, не давать ей реализоваться в дело, но все равно эту болезнь он будет в себе видеть. А поскольку Господа и чистоту, которая нужна для того, чтобы увидеть блаженный чистый сердцем, потому что они увидят Бога, такой человек любит с каждым годом все больше, поэтому его, даже меньший грех, представляет для него значительно большую боль, чем переживание о грехе, которое было когда-то у него, когда он только входил в церковь или до этого что-то узнавал о Христе. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok